Россиянам разрешили носить определенные виды оружия для самообороны. Ранее граждане, имеющие разрешение на соответствующий вид оружия, могли носить его лишь во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных или учебных стрельб. Новые редакции постановления дополняют эти положения словами, а также в целях самообороны. На сегодняшний день в нашей стране действует около 7 миллионов лицензий на ношение гражданского оружия. А между тем, еще весной этого года президент Владимир Путин выступил против свободного ношения огнестрела. По его словам, на руках у нашего населения и так много оружия. Поэтому искусственно стимулировать этот процесс очень опасно. Согласно пункту 6, части 1, статьи 6 данного закона, ношение гражданами Российской Федерации огнестрельного и длинноствольного оружия в качестве самообороны запрещено. Таким образом, те изменения, которые были внесены, касаются технической стороны регламентации оборота оружия на территории Российской Федерации. И особых, скажем так, изменений они не претерпели. Очень важна возможность применения оружия для самообороны. И это не означает, что его можно носить. Потому что одно дело, когда оно в доме, другое дело, когда с ними люди ходят по улице. И совершенно точно, носить можно очень небольшим категориям. С очень хорошей предварительной психологической проверкой и регулярными повторными тестированиями. То есть вот право на ношение и наличие оружия у человека не должно быть пожизненно. Оно должно выдаваться под очень строгим контролем и потом регулярно проверяться. И не раз в 10 лет, так как мы делаем, когда меняем автомобильные права. А гораздо чаще. Своё мнение по этому поводу высказали люди, имеющие практику в данной сфере и знающие, что такое огнестрел в руках не того человека. Я считаю, что наше общество сейчас не готово к тому, чтобы среди них были члены, которые носят оружие. И запрещать тоже, я считаю, огульно вот это ношение оружия нехорошо. Для того, чтобы люди смогли носить оружие, они должны быть полноценными гражданами. Для этого нужна комиссия, которая будет отбирать критерии, кому можно оружие носить, кому нельзя. Преступления, связанные с оборотом оружия, 99% совершают так называемые здоровые. Лица, страдающие психическими расстройствами, совершают подавляющее меньшинство правонарушений, связанных с оборотом оружия. Есть, да, там мнение, что можно пойти и купить в диспансере справку, несколько путая оплату стоимости услуг. Ну, в общем-то, да. То есть это вот такая процедура, да, чтобы получить справку о состоянии своего здоровья, надо заплатить денежку. И, соответственно, как бы есть психология людская, я заплатил, мне дадут справку ту, которая мне нужна. А это вид медицинской деятельности, который государством не оплачивается. Но это трудозатраты, соответственно, их должен кто-то покрывать. В данном случае претендент на владение оружием. А он оплачивает вот это экспертное действие, и он по-любому получит справку. Только в этой справке может быть написан годин, а может быть написан негодин.